Я расскажу сегодня о современном состоянии гипотезы эволюционной роли опухоли и о нетривиальных предсказаниях, о нетривиальных объяснениях, которые эта гипотеза предлагает. Зачем вообще нам нужны гипотезы новые или парадигмы, так сказать, может быть нам достаточно старых гипотез? Вот профессор Свердлов говорит, что недостаточно. Я с ним полностью согласен. И я согласен, что концепция молекулярной терапии в том виде, в котором она существует, требует серьезного переосмысления. То есть она происходит из концепции волшебной пули, которую Эрлих сформулировал больше ста лет назад. И мы все еще ею пользуемся. Мы все еще думаем, что мы сможем изобрести какую-то волшебную пулю, и вот она победит нам все проблемы. По-видимому, это не так. Вся совокупность данных в области онкологии говорит о том, что опухоли нельзя победить волшебной пулей. И это заставляет нас работать над новыми гипотезами. И мы сформулировали такую гипотезу. Это гипотеза эволюционной роли опухоли, которая говорит о том, что опухоли играют роль в эволюции, предоставляя пространство для экспрессии эволюционно новых генов и их сочетаний. И, ну вот, эта гипотеза, видите, тут опубликована в целом ряде книг. Я ее начал формулировать, когда был аспирантом Института онкологии. И вот потребовалось несколько десятилетий, чтобы это как-то все изложить в виде такой связанной гипотезы. Ну, как вот у нас принято в молекулярной биологии, все это описывается такими молекулярными диаграммами с очень высокой степенью детализации. Я вот потом еще одну диаграмму покажу, еще более детальную. И вопрос, в общем, стоит вопрос, а зачем нам, с какого, значит, вот нам вдруг понадобилась эволюционная роль опухолей? Да? А оказывается, что вообще это требование к биологическим теориям, да? Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в случае зрения теории эволюции. Да, то есть это нас вот как-то поддерживает в том, что нам такие гипотезы надо формулировать. И действительно, в опухолях есть целый ряд свойств, вот они тут приведены, которые с удовольствием бы использовались в эволюции, понимаете? И прежде всего, в эволюции многоклеточных организмов нужны дополнительные клеточные массы. Откуда они берутся, никто не знает. Ну, наверное, стволовые клетки в этом процессе принимают участие, но они-то все регулируются, и они находятся в регуляторных и функциональных сетях, и они не могут давать большие избыточные клеточные массы, да? А вот опухоли могут. Кроме того, опухоли характеризуются очень высоким биосинтетическим потенциалом. То, что надо для эволюции. И морфогенетическим потенциалом. Вот видите, здесь это... Это статья 1600 какого-то года, понимаете? Это вот у человека такой вот еще морфогенетический потенциал реализуется, что говорит, так сказать, о других каких-то более простых организмах. И есть удивительные примеры связи, возможно, связи опухоли с процессами развития. Вот если дать онкологу вот такой слайд и попросить его поставить диагноз, то, значит, диагноз будет, что это пелома, да? А на самом деле это, значит, зачатки рогов у зародышей жуков. То есть, понимаете, какое удивительное сходство. И на самом деле этих сходств много. Вот этой теории Кангейма тоже больше ста лет. Эта теория предполагала, что опухоли могут развиваться из эмбриональных клеток. И удивительным образом, да, вот в прошлом году эта теория была доказана. Каким образом? С помощью изучения транскриптомов индивидуальных клеток. То есть уж казалось бы, да, вот такая вот фантастическая сейчас чувствительность позволила установить, что действительно опухоли Уиллса у детей, опухоли почки, да, они совпадают, их транскриптомы совпадают с транскриптомами эмбрионов. И таким образом эта теория была окончательно доказана. То есть посмотрите, какие глубокие, понимаете, аналогии. А если мы начнем пересчитывать эти аналогии между опухолями и нормальным развитием, их много, их много, и все только разводят руками. А почему? И вот эти многочисленные сходства приводят к тому, что опухоли рассматриваются как атипические органы, с одной стороны, а с другой стороны существуют опухолеподобные органы. Значит, что это такое? Ну, оказывается, что вообще говоря, вот в общем плане, опухоли имеют структуру, солидная опухоли, имеют структуру, сходную с нормальными органами. То есть есть строма, есть паренхема, есть стволовые клетки, есть более дифференцированные клетки. А что отличается-то тогда? Отличается то, что клетки все-таки неправильно как-то дифференцированы, и обратные связи каким-то образом нарушены. Но тем не менее, значит, концепция опухоли как атипических органов, она признана, она обсуждается, и в общем все так тоже разводят руками. А с другой стороны, как я вам говорил, существуют опухолеподобные органы, и к ним можно отнести плаценту, молочную железу и простату. Какие свойства позволяют нам это сделать, этих опухолей? Ну, во-первых, этих органов. Во-первых, эти все органы очень молодые. Во-вторых, ну, по крайней мере, вот у молочной железы и простаты очень высокая, самая высокая частота возникновения опухоли у человека. То есть большинство женщин умирает от рака молочной железы, а большинство мужчин от рака простаты. Все эти органы имеют удивительно стадию регулируемой инвазивности. И кроме того, они вообще коэволюционируют, и у них еще коэкспрессия органов специфических континентов. То есть очень взаимосвязанная система органов. И вот в этой работе Дэвис, Джеми, наверное, это женщина, она проверяла, значит, здесь отложена частота рака, но это по известным опубликованным состатическим данным, очень хорошим. А с другой стороны, она откладывала возраст органов, это уже по хорошим зоологическим данным. И на удивление, здесь два очень хороших числа. Во-первых, то, что самые молодые органы молочной железы и простаты характеризуются самой высокой частотой опухоли, а с другой стороны, что вот эта кривая, если ее продолжать, она где-то на 600 миллионов лет назад пересекает ось и абсцисс, то есть это, значит, многокличные организмы, у которых не было рака. Это состояние, предшествующее возникновению билатеральных животных, то есть очень примитивных организмов, у которых не было рака. Опухоли, может быть, более рака нет. Ну вот, и Дэвис, она не объяснила вообще, а почему? Она говорит, ну это же нам придется подумать, что опухоли играют роль, но это невозможно. А мы как раз предполагаем, что возможно. И мы предполагаем, что атипические органы, атипические опухолевые органы, они могут превращаться в нормальные органы в процессе эволюции. То есть это вот вкратце можно сказать, я вам рассказал диплотезу. Теперь, ну все диплотезы и теории, они характеризуются двумя вообще требованиями. Они должны формулировать нетривиальные предсказания, и они должны давать нетривиальные объяснения. И вот оказывается, у нас тут целый ряд нетривиальных предсказаний, да? Ну, очевидно, что уже из формулировки следует, что органы должны экспрессироваться эволюционно-новые гены, да? И более частные какие-то предсказания. Вот, например, что гены опухолитостикулярных инцидентов являются эволюционно-новыми, да? То есть вот еще тут целый ряд предсказаний. Я остановлюсь на некоторых из них, а на других вот остановятся мои коллеги, вот Андрей Макашов и Катерина Матюнина, они другие, так сказать, предсказания, более подробно проанализируют. Вот обратимся к экспрессии в опухолях эволюционно-новых генов. Мы описали индивидуальные гены и целые классы генов. Вот индивидуальных генов мы описали около десятка. Вот один из них, один самый любимый, да, ген ПБОВ-1. Значит, он, это ген, один из двух генов, впервые описанных у человека, как до нововозникшие. То есть он не просто эволюционно-новый, он еще возник до нового, и только у человека. Теперь посмотрите, вот какие его свойства, да. Ну, он маленький ген, одноэкзонный, коротенький. У него нет доменов известных, у него нет известных функций, он эволюционирует нейтрально. То есть вот такой вот совершенно новый. У нас есть вот понятие, знаете, водород в момент выделения, инстату на сэнде. Вот это ген инстату на сэнде. Он родился, но у него еще функций нет. Тем не менее, пациенты, у которых он экспрессируется, они характеризуются позитивным прогнозом. То есть, наверное, он играет какую-то роль, может быть, как монологический супрессор. Понимаете? И, кстати, эти вот данные подтверждаются. Посмотрите, как они подтверждаются. Вот эта лифмоклесат, она подтвердила сочетание двух генов вообще до нового человека. Вот нашего еще Клоу-1. И в других работах подтверждается, что, возможно, это, кстати, вот такой какой-то супрессор. Значит, для нас, знаете, что самое интересное? Посмотри, вот сегодня, да, я даже это вынес сначала вот под заголовок название. Вот смотрите, как он экспрессируется. То есть это вот эволюционно новый ген. И посмотрите, как он экспрессируется. Он не экспрессируется ни в одной из там 36 нормальных тайм, которые были у нас доступны там несколько лет назад, да, в виде КДНКО в панели. И он экспрессируется практически во всех опухолях, которые нам были доступны. А это около 26 опухолей. Но для онкологии это удивительно. Потому что обычно, так говорим, попарное сравнение, да, да. Печень, там, карцинова, печень и так далее. А тут он работает во всех опухолях. Это очень интересно. Смотрим дальше. У нас, значит, еще есть такой же ген. Тоже, посмотрите, как он экспрессируется. Он во всех опухолях экспрессируется ни в каких нормах. И третий ген тоже, вы там, смотрите, экспрессируется во всех опухолях и ни в каких нормах. И втроем они покрывают... То есть мы можем говорить, что это что же они, значит, тогда в широком спекте опухолей экспрессируются, эволюционные новые гены. Вот из там 26 имевшихся опухолей, 23 они покрывают. Как интересно для онкологии, да. Но вот это наши возможности, реагентная база, все время растут. И вот, посмотрите, я вам говорил только что, что мы работали с 36 нормальными тканями, ну, как контроль. А сейчас доступны вот в этом ресурсе 90 уже нормальных тканей, да. А TCGA, о котором нам профессор Виллер рассказывал, они дают возможность проанализировать уже 10 тысяч образцов из 33 опухолей. И еще, что сейчас появилось, а что раньше не было, появились подобные же транскриптомы стволовых клеток. Нас всегда раньше критиковали, что вот, может быть, то, о чем вы нам рассказываете в стволовых клетках. И вот мы решили все это сравнить. И посмотрите, что получилось. Значит, с помощью инструмента, который называют протеинфисториум, можно выделить эволюционно новые гены человека. Гены специфические для человека. Их около тысячи. По разным оценкам, там, от 700, от 800 до 1000. Вот их около тысячи генов новых эволюционных человек. Очень интересно, да. То есть от шимпанзе мы отличаемся от тысячи генов. Это очень фундаментальная вообще цифра, понимаете. Раньше считалось, что мы от шимпанзе совсем не отличаемся. Генами это дало целое направление, так называемой регуляторной теории эволюции. Морфологической, да. Хорошо. И вот эти тысячи генов мы с помощью ресурса GTEX, это там, где 90 нормальных тканей, проанализировали и получили, что 365 генов, вот из этих тысяч, они не работают в нормальных тканях. А 200 из них не работают в стволовых клетках. И потом, когда мы проанализировали эти 200 генов уже в ресурсе TCG, оказалось, что 143 гена экспрессируются во всех. А вот сколько там? 60, ну не во всех. Вы понимаете, что происходит? Происходит молекулярная революция. Это совершенно, это принципиально новые молекулярные реагенты, на которые можно разрабатывать диагностику, значит, которые можно использовать в качестве мишени для терапии, для разработки опыта. Вот как они выглядят, эти анализы. Видите, вот то, что серенькое, это то, что не экспрессируется ни в каких нормах. А здесь то, что беленькое, это то, что не экспрессируется в стволовых клетках. И таких вот сотни, сотни, вот приходится их анализировать. Значит, я сейчас приведу пример другого гена, вот какой путь должен быть пройден от того, что мы обнаруживаем ген и доклинических испытаний. Ну вот посмотрите, значит, в свое время мы, я думаю, это был один из первых в мире анализов такого рода, мы произвели глобальное сравнение всех опухолевых библиотек со всеми нормальными библиотеками. Их тогда было, видите, тысячи, а последовательствами у них были сотни тысяч. И, ну, были разработаны тут какие-то инструменты. И вот эта вот таблица, которая была получена, вот здесь вот описанная последовательность со стопроцентной специфичностью и 90-процентной специфичностью. Вот 21 кластер со стопроцентной специфичностью мы описали. И вот уже мы анализировали его представителей. Это ген потом, как выяснилось, аналог Брофиури, да? И тоже вы видите, он экспрессировался там во всех опухолях и не экспрессировался в нормах. Ну, и это показалось привлекательным для онколога, да? И вот тут были заполнены патенты. Это был очень, и я вот являюсь автором этого патента, это NIH патент, это российский патент, это публикация, которая уже потом вышла. Публикация имеет там больше 100 цитирований, а патент имеет 16 клинических испытаний. То есть это большое число. В общем, смотрите, самые разные фирмы, они используют разные модификации вот этой вакцины, да? И цель какая? Цель сделать универсальную вакцину, поскольку этот ген, он экспрессируется там во всех опухолях. И последнее клиническое испытание, которое только что началось, все это проходит в Соединенных Штатах. Это сочетание брофиурии с ингибитором контрольной точки. Как раз цель такая, чтобы вот эти 20% поднять за счет того, что брофиурии экспрессируются во всех клетках. То есть сначала идет иммунизация брофиурии, возникают там клетки памяти, а потом ингибитор контрольных точек, значит, их пускает в действие. Вот такая идея вот этого эксперимента. И теперь посмотрите, это один ген, да? Чтобы он дошел до второй фазы клинических испытаний, потребовалось 15 лет. Вот у нас сейчас 150 генов, я считаю, что их надо испытывать все вместе, то есть чтобы это была вот, ну-то, батарея какая-то, да? Чтобы это была очередь автоматная, а не отдельно эти выстрелы, да? И вы сами понимаете, что это стоит очень больших денег, да? Это стоит очень больших денег и, значит, больших организационных усилий. Но я надеюсь, что мы до этого дойдем. Значит, вот посмотрите, это мы говорили просто о эволюционно-новых генах. Теперь вот более конкретное у нас было предсказание, я потом его более подробно объясню. Это предсказание было того, что раковые стекулярные антигены, cancer testis genes, что они являются эволюционно-новыми. Мы это показали. И это было подтверждено в других работах и тоже со ссылкой на нас. Следующее предсказание, что вот, знаете, вот изучают экспрессию андогенных вирусов в связи с онкологией, да? И там получается некий разнобой. То они экспрессируются и в их связи, то они не экспрессируются. И мы предположили, что это уже связано с эволюционной новизной этой инфекцией. Вот этот слайд, это мы одолжили из статьи Евгения Андреевича, да? Вот уже, видите, много лет назад. Где стрелочками очень наглядно показано, что разные эндогенные вирусы в разные времена инфицировали человеческие геномы. И вот этот самый молодой, это Хервкей, чем 60. И вот как покажет в своем докладе Андрей Бабашов, вот после меня он будет делал доклад, да? Действительно так происходит, что самые молодые ретро-вирусы эндогенные экспрессируются в опухоли, а те, которые постарше, они экспрессируются нормально. То есть вот как, так сказать, вот эти подтверждались на наше предсказание относительно разных групп эволюционного нового генов. И мы можем сделать вот, что мы открыли новый биологический феномен. Экспрессию эволюционного нового гена в опухолях. Мы назвали эти гены и эти гены оказываются, они экспрессируются в самом широком спектре опухолей. То есть это удивительно, и это можно использовать в онкологических технологиях. Мы в этом уверены. Смотрите теперь другое предсказание. Другое предсказание, в чем посмотрите, когда оно было сделано. Вот эта книга, Академия наук ее использует, это Институт биологии развития помогал, 1987 год. В этот год было известно 20 онкогенов. И я предсказал, что их должно быть 200. Почему? Потому что тогда было уже известно 200 клещенных типов. И я полагал, что если вот эти опухолиные процессы, связанные с эволюцией новых клещенных типов, то тогда число онкогенов должно соответствовать числу клещенных типов. А их будет 200. И что мы имеем на сегодня? Мы, во-первых, на сегодня имеем около 400 клещенных типов. Но это не молекулярные клещенные типы. Молекулярных клещенных типов, там сейчас возникла мешанина, да? Это вот морфологические классические клещенные типы. А онкогенов вот столько. То есть соответствие некое. Мы дальше стали, значит, теоретизировать. И мы, вот уже в книге, я рассмотрел коэволюцию онкогенов, ополиксупрессоров, эволюционно-моогенов. И я предположил, что они должны коэволюционировать. Эволюционировать параллельно. И вот в этой работе, которая будет очень подробно вам сейчас после меня рассказывать Андрей Макашев, вот эти кривые, которые он тоже очень подробно вам расскажет, они как раз свидетельствуют, что кривые эволюции онкогенов, ополиксупрессоров и директоров, они совпадают просто. Они просто совпадают, понимаете? И это прямо показывает, что онкогены связаны с возникновением новых клеточных типов. А Сергей Васильевич Малов, он показал достоверность этого процесса. Третья группа предсказаний, и тоже сегодня будет два доклада у нас. Александр Васильевич Емельянов расскажет вот об этой модели, о индукции трансгенных ополях на ZebraFish в полосатом Дане. А Катя Матюнина расскажет о динамическом анализе результатов. Нам очень понравилась эта модель. Почему? Потому что помните, я вам говорил, что опухоли могут быть приближением к эволюционирующему органу, да? А здесь можно на этой модели индуцировать опухоль, а потом ее регрессировать. И таким образом это похоже вообще на эволюционирующий орган. И на этой модели удалось показать, что гены, связанные с развитием прогрессивных признаков у человека, возникли у рыбы и впервые экспрессировались в опухлях рыбы. То есть то, что наша гипотеза предсказывала. Вот эти данные я показывал не раз, я их пролистну. Вот, посмотрите, шапочка золотой рыбки – это орган. Она имеет, видите, семестричный такой характер, но она иногда растет так, как опухоль. Понимаете? И вот Марк Абранч Забежинский, он показал, что это действительно опухоль доброкачественная, наследственная опухоль. Похожая на попелому такую доброкачественную, да? И что же это значит отсюда следует? Оттуда следует, что доброкачественная опухоль отбиралась в течение тысячи лет селекционерами с тем, чтобы образовать орган. А всего таких примеров много уже, понимаете? Вот здесь примеры образования органов из опухолей. И здесь не все примеры, их можно еще больше привести. Какой вывод вообще можно из этой нашей предсказательной части сделать? Можно сделать вывод, что наша гипотеза о эволюционной роли опухоли обладает предсказательной силой. И это очень важно для научной гипотезы. Теперь мы рассмотрим другую вещь, да? Мы рассмотрим... Это что же, мы разрушаем там всю биологию, нет? Мы не разрушаем всю биологию. Вот здесь показаны отношения нашей теории. Значит, я ее здесь уже назвал, кажется, на ЭВД. Вот сейчас мы к этому определению придем. И отношения к существующим другим теориям. И вот она их не разрушает, она с ними очень добрососедствует и объясняет моменты, которые не объясняют эти теории. Вот, например, теория прогрессивной эволюции. Она не объясняет происхождение сложности. Вот как-то сложность происходит, но как-то непонятно. И переходные формы она не объясняет, потому что их не найти. Сейчас я это вам покажу. Вот посмотрите. И так вот наша гипотеза, она объясняет, вот, так сказать, необъясненные какие-то вещи в других теориях. Вот посмотрите. Это вот как мы объясняем переходные формы. Вот организмы, стоящие на разных ступенях прогрессивной эволюции. Как вот этот скачок происходит? Ну, он происходит, но непонятно как. Так, гены возникают, но этого недостаточно, понимаете? То есть переходные формы не найдены. Еще существует такое понятие, как developmental constraint. Это вообще страшное заклинание. Значит, развитие не может эволюционировать, но оно как-то эволюционирует. Только что, значит, нарушается developmental constraint? Да, нарушается за счет developmental plasticity. И вот непонятно как. То есть у нас есть developmental constraint, или у нас есть developmental plasticity. Как мы объясняем этот парадокс? А то, что переходная форма – это популяция организмов опухоленосителей, где нарушается developmental constraint, а сами популяции могут быть этими переходными формами. Опухоли при этом являются поисковиками. Понятие поисковика известно из компьютеров. Но компьютерные поисковики, они ищут уже в пространстве реализованных возможностей. А опухолевые поисковики ищут в пространстве нереализованных возможностей, в пространстве нереализованных, нетранскрибирующихся еще генов, в пространстве несуществующих еще морфологических признаков. Значит, я обещал объяснить логику того, как мы открывали эволюционную новизну целого класса генов, фотоопухоли и тарстикулярных антигенов. Обратите внимание, что все знают, что они существуют, и никто не пытается объяснить, почему канцертестис, а еще более почему, почему канцертестис брейд. 10 или 20% канцертестиса, они еще в мозгу эксклюзируются. Что же это такая за парадоксальная связь? А мы рассуждали так. Ну, во-первых, эволюционные новые гены возникают в клетках зародышевого пульса. В герминальных нет. Где находятся герминальные клетки? В яичках. В яичках. Где находятся эволюционно новые гены? В яичках. Значит, для их возникновения эти гены должны экспрессироваться в яичках, а мы считаем, что в опухолях. Стали проверять этот класс генов, и как я вам уже показал, вы показали, что действительно этот класс генов является эволюционно новым. Не один ген, не два гена, а весь класс канцертестис генов является эволюционно новым. Иммунологи не могут объяснить происхождение адаптивного иммунитета. Ну вот не могут и всё, понимаете. Считается, что это связано с рак-транспазоном и с дупликацией геномов у рыб. И тогда вот начался возникать адаптивный иммунитет. Ну клетки откуда взялись? Вот вы знаете, например, у амфибий, у них структура иммуноглобинного локуса совершенно такая же, как у человека. А разнообразие рецепторов и антител на порядке меньше. Почему? Клеток не хватает. И оказывается, что возникновение новых клеток для иммунитета – это нетривиальная задача. И, наверное, она связана с опухолем, потому что амфибия описана в лимфоидной опухоли. То есть, наверное, опухоли участвуют в возникновении и новых лимфоидных структур, и избыточных этих клеточных масс, которые нужны для клональной экспансии и клональной селекции. Какие ещё мы объясняем феномены? Смотрите, какие мы феномены объясняем. Значит, вот более высокую частоту опухоли в эволюционных новых органах. Мы это объясняем. Теперь посмотрите, у нас с вами, у человека так называемая гемохореальная плацента. Она на наиболее инвазивной существующих плацент. А другие плаценты менее инвазивные. И вот мы объясняем, почему. Потому что плацента возникла из опухоли. Из инвазивной опухоли. И ещё удивительная вещь. Это оказывается, что в органогенезе молочной железы участвует адаптивный иммунитет. И опять это непонятно. Что это такое за участие адаптивного иммунитета в органогенезе молочной железы? Мы это объясняем. И таким образом мы подходим к представлению о том, что я называю Карсона Эводева. Вы знаете, что существует такое учение, которое называется Эводева. На самом деле его создали русские учёные. Северцев и Шмальгаузен. И о чём, собственно, Эводева? О том, что эволюционируют не взрослые организмы, а весь антогенез эволюционируют. Но мы с вами видим, что антогенез эволюционирует при помощи опухолей. И я это уже называю Карсона Эводева. То есть, посмотрите, вот Эводева с одной стороны, а с другой стороны Карсона Эмбрионик. Карсона Эмбрионик тоже придумал русский учёный Гарри Израилович Абелев, понимаете? А мы придумываем новый термин – Карсона Эводева. И посмотрите, как он интересно выглядит. Он выглядит, если мы связываем эти символы между собой, то получается вот картинка наподобие центральной догмы молекулярной биологии. Причём эта картинка, она не только внешне похожа, она ещё похожа одним очень фундаментальным образом. Она содержит фундаментальный запрет. Вот видите, здесь стрелка отсутствует. Или можно её нарисовать и зачеркнуть. То есть, нормальный антогенез, он не может эволюционировать. Из-за как раз вот этого developmental constraint. Ограничение развития, понимаете, связанных с развитием. И для того, чтобы эволюционировать нормальному антогенезу, нужна переходная форма. Мы считаем, что эта переходная форма – это опухоль. Это организм, опухоленоситель. Вот он может уже эволюционировать, и за счёт эволюции вот эта опухоль может стабилизировать и давать новый антогенез. Посмотрите, как красиво это получается, да? Дева-1 через Карсона-1 и Эва-1 даёт Дева-2. Дева-2 через Карсона-2 и Эва-2 даёт Дева-3 и так далее. И получается вот такой удивительный тоже спиралиобразный процесс, который уже описан, да? Вот эти ступеньки, которые мы с вами смотрели, их впервые нарисовал Северцев наш великий учёный. И мы это подтверждаем уже на уровне совершенно другом рассуждений, понимаете? на уровне совершенно других новых рассуждений. Значит, какой можно сделать вывод из всего того, что я вам сейчас рассказал? Ну, во-первых, что вот вся совокупность данных, которые существуют, которые я сегодня рассказывал, свидетельствует о том, что опухоли могут играть роль в эволюции, и её играют. А если это так, то нам надо менять опухоли в парадигму, в том смысле, что они стремятся убивать опухоли не всеми возможными способами, да? А стремиться договариваться с ними так, как договаривалась эволюция, понимаете? И язык этот вот перегоровок, могут быть вот эти гены, о которых я вам рассказывал, эволюционно новые гены, которые экспрессируются в опухолях. Что-то у меня тут... Ага, вот. И ещё один вывод, который мы можем сейчас сделать, да, что мы создаём новую теорию. Эту теорию, которую мы называем Карцена и Эвадева. Эта теория обладает предсказательной силой и объясняющей способностью. И она имеет возможность объединить несколько других существующих теорий. Спасибо за внимание. Вам спасибо, доктор Козлов. Пожалуйста, ваши вопросы к спикеру. Теория соотносится, ну, представление о человеке как о метаорганизме, который на 10 и на одну человеческую клетку содержит 10 бактериальных, да, и в соотношении в генетике здесь ещё более. Я ничего не понимаю, что вы говорите. Ну, то есть, есть представление у человека о том, что он несёт на одну человеческую клетку 10 бактериальных. Кишечная флора, на поверхности кожи, на всём остальном. И взаимодействие происходит между ними достаточно тесное. Вот, то есть, возможно, приходится договариваться не только с собственными генами, с генами опухоли, но ещё с геномом той бактериальной флоры, которая с нами живёт. Можно вас попросить о продолжении? Вот вы сейчас микрофон сказали, и все услышали. А теперь вы мне подойдите, скажите, потому что микрофон, я плохо слышу через микрофон, он как-то фонит странно. Переведите мне ваши вопросы. Есть представление о человеке, как о метаорганизме, который... Ну, понятно, да, не надо. То есть, получается, надо договариваться не только с клетками, ну, с геномом. Ну, правильно, да, правильно, да. То есть, вопрос о том, что если человек – метаорганизм, то это к эволюции вот всего. И, ну, ведь, видите, вот мы обсуждали уже пример с эндогенными ретровирусами, да, вот вам пример, да. Мы обсуждали, вот один из примеров, который здесь вот я показывал, это отбор папилломатоза злокачественного у грызунов, который приводит к возникновению нормальных макропапилом, участвующих в сбраживании клетчатки в желудках грызунов в симбиозе вот с микробами, понимаете. Конечно, конечно, там... Причем удивительно, что многие-многие вот такого рода опухоли, да, которые становятся органами, они представляют собой вот этот вот мета какой-то организм, да. Ну, вот, например, плацента... Плацента, вы знаете, что плацента возникает в результате вот инфекции эндогенным ретровирусом, и ген НВЛ становится синтетсином. Причем эти инфекции у разных групп млекопитающих происходили много раз. И гены разные. То есть, понимаете, это такая высокая предопределенность, что вообще теряешься даже. То есть с неизбежностью это происходит. Теперь посмотрите другой пример. Молочная железа. Она, вот, рак молочной железы связывают с тоже с эндогенными, экзогенными вирусами, которые вызывают рак молочной железы у мышей. Это еще не доказано окончательно, но, тем не менее, там тоже вот вирусный след присутствует, понимаете. Или там клубеньки у бобовых. Это тоже пример симбиоза, да, когда внешний какой-то... Может быть, сначала это была подогенная бактерия, но потом оказалось, что вот внешний патоген, он, значит, стал фиксировать азот, оказался выгодным хозяину, и вот возник вот этот бобовый рецебиальный симбион, и возник новый орган, понимаете. Это как раз вот то, что вы говорите. И очень ярко это все вот так вот демонстрируется. Действительно так. Ну как нет, а плацента, а молочная железа, там у человека как раз много. И наш это вся, весь пафос нашей борьбы, это чтобы человека спасти, понимаете. Алексей Георгиевич. Как обстоят дела у белковых продуктов, генов, инвестиционно новых, с фолдингом? С чем? Фолдинг, сворачивание нативной структуре. А вот интересно как, вот этот ПБОВ-1, он вообще фолдинга никакого не имеет. То есть он настолько новый, что там доменов нет, и структуры нет. А он функционирует, да? Что? Функции-то у него есть, или он просто так? Так я вот, тебя не было, наверное, но я говорил, функции нету. КА и КС равна единице. То есть это вот, я говорю, ген в момент рождения просто. Вот и мы его поймали, понимаешь. И мы таких поймали много. Я забыл сказать вам, и сейчас я это скажу. Вот эти 143 гена, о которых я рассказывал, да, они гликозилированы. Они, многие из них экспрессируются очень хорошо. И если их изучать при помощи ресурса GeneSend Enrichment Analysis, который позволяет распределить эти гены по сигнальным путям, они не принадлежат никаким сигнальным путям. Теперь дальше. Если их изучают методом генной онтологии, то у них много молекулярных функций. Ну, таких каких-то, организменных функций нету. То есть ясно, что какие-то, наверное, домены в них есть, но это… И вот наша задача, вот посмотрите… Можно еще раз включить? Я еще один слайд покажу, последний. Это… А, вот как раз вот, еще раз. Вы можете это мне перевести как-то? Кажется, вот сюда надо это нажать, да? Нет, ага. Вот последний слайд. Вот тут вот слово терапия в этой диаграмме заменяет слово эволюция. Вот в процессе эволюции вот эти стрелки, они все усиливались функциональные, да, и возникали нормальные органы. Нам надо то же самое сделать с опухолью. И сделать это уже не словом эволюции, а словом терапия. Понимаете? Вот что мы пытаемся понять. Они функции, оказывается, не имеют еще. Это вот некая парадоксальная ситуация. Она, кстати, очень… Вот очень у нас близкие позиции. Ильин Дович, вот с вами, мне кажется. Потому что вы говорите об этом же, но с другой немножко стороны. Но мне кажется, эти вот наши интерпретации, вот как-то они, ну, комплементарны каким-то образом. То есть, понимаете, мы ставим вопрос о том, чтобы нам надо вообще переосмыслить наши взаимоотношения с опухолью, понимаете? Еще раз, вот эта концепция волшебной пули, от нее, наверное, уже надо как-то потихонечку отказываться. И уже вот то, что мы видим вот с иммунотерапией, это уже отказ. Это уже отказ от той концепции, вот, которая призывает, что сейчас вот… Да, и понимаете, что получается? Получается, что вот эта концепция химиотерапии, да, химической терапии, которая поддерживается большими компаниями химическими, она устаревает. Признаками этого является появление метрономной терапии, адаптивной терапии, да, уменьшение концентрации, модуляция концентрации по ходу, значит, отслеживания опухолей и так далее. Это уже свидетельство о том, что нормальная химиотерапия уже, в общем, начинает подвергаться критике, не говоря уже об иммунотерапии. А мы идем дальше еще. Мы говорим, что надо рассматривать функциональные, эволюционные какие-то вещи, да. Дэвид Виллер говорил о чем? Что мутации не дают нам, нам нужны транскриптомы, да. Уже транскриптомный анализ дает больше информации. И доктор Буэн-Агуру нам показал, действительно, он живет уже транскриптомы, понимаете. И мы анализируем транскриптомы, и видите, мы находим, как много интересного, и просто, так сказать, никогда никем не описанного, понимаете. Ну вот, и я еще раз хочу сказать, что биотехнологическая задача сейчас, вот мне кажется, это проанализировать вот эти 150 генов, которые во всех опухолях. То есть, понимаете, о чем это говорит? О том, что универсальная профилактическая противораковая вакцина возможна. И вот этим можно и заняться. Спасибо. А еще вопросы, может быть, у меня, вот, доктор Козлов. А вы рассматривали вопрос стимуляции этих генов посредством амплификации в геномах? Посредством амплификации присутствуют ли они в амплифицированных частях? Какие... Ну вот все, что говорится не в микрофон, перевести не могу. Понимаете? И, конечно, вот мы как-то пытаемся заниматься всей популяцией, а индивидуально генами, ну, трудно просто всеми вот заниматься. Евгения Давыща. Трувич. Как heterogeneous are these genes in terms of population? If we compare patient by patient. Наш опыт вот по экспрессии, да, на панелях каденковых, там вообще суммируют опухоли. От 70 больных берут сумму, и вот мы это изучаем. То есть мы пока еще не в этой стадии. Но, в принципе, это возможно, поскольку вот 10 тысяч геномов, транскриптомов уже существует, и мы это можем показывать. Но те вот данные, которые мы на сегодня имеем, но они не репрезентативные, конечно, но то, что разница есть. Разница есть. Не то, что они так универсально, одинаково везде, так сказать, экспрессируются у всех пациентов. Ну, мне кажется, что этот вопрос заслуживает внимания, потому что гетерогенность в популяции, она говорит о эволюбабельности, о способности к эволюции. Чем более гетерогенно, тем более способна к эволюции. Ну, и кроме того, если какого-то гена, допустим, нет у многих индивидуумов, то, может быть, он не нужен. Ну, конечно, ведь я вот когда рисовал эту популяцию пухоленосителей, которая, собственно, дает вот этот качественный скачок, ясно, что она ограниченная, ясно, что это не все организмы данного вида. Ясно, что это какая-то популяция, вот как раз та гетерогенность, о которой вы говорите. И ясно, что в этой популяции, фактически это высокораковая популяция животных, и там достаточно часто должны происходить процессы дифференцировки при этом. То есть вот эта вот гетерогенность, которую, в принципе, надо будет изучать тоже. Окей, I think we better move on to... Продолжение следует...